Писание официальных документов Подписывают совместное заявление об основных задачах внешнеполитического измерения союзной интеграции Беларуси и России. Писание официальных документов Если готовы, то будем начинать пресс-конференцию. Слово предоставляется министру иностранных дел Республики Беларусь Сергею Федоровичу Олейнику. Спасибо. Уважаемый Сергей Викторович, дорогие друзья, коллеги, представители средств массовой информации, по устоявшейся доброй традиции делимся с вами подробностями наших переговоров с Сергеем Викторовичем Лавровым, которые прошли в рамках официального визита Сергея Викторовича в Республику Беларусь. Символично, что этот визит проходит в 32-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами, которые мы будем отмечать завтра. Визит проходит накануне 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а также в год 25-летия подписания договора о создании союзного государства. И это еще не все. Наш сегодняшний диалог, наши сегодняшние переговоры выстраивались еще и с учетом значимых итогов недавнего официального визита президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Республику Беларусь, в рамках которого лидеры наших стран рассмотрели широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня. Как известно, лидеры наших стран, поддерживая беспрецедентно плотный график личных встреч и общения, задают темп всему двустороннему сотрудничеству. И мы, конечно, с Сергеем Викторовичем стараемся этого темпа придерживаться. По-другому в сегодняшней геополитической ситуации быть не может. У нас практически общий взгляд на происходящие процессы. Мы понимаем, что мир стремительно меняется. Происходят тектонические сдвиги в сторону справедливости и многополярности. Но на этом фоне небольшая группа западных стран пытается отчаянно сохранить свое доминирование и старый порядок, для чего применяются все средства, включая военные. Мы этот этап проходим спокойно и с достоинством. Между Республикой Беларусь и Российской Федерацией сформирован и отлажен прочный механизм подлинного союзничества и стратегического партнерства. Мы спиной к спине стоим в борьбе против беспрецедентного политического, экономического, а сейчас уже и военного давления коллективного Запада. За эти годы мы смогли сгруппироваться, усилить интеграционную составляющую, найти модель эффективной работы и взаимной поддержки в недружественном окружении. Притом такую модель, которая значительно эффективнее всех предыдущих. Модель, которая позволяет нам демонстрировать стрессоустойчивость к многочисленным вызовам. Однако мы понимаем, что для более активного движения вперед странам и народам нужны более комфортные условия. Поэтому международную обстановку мы с Сергеем Викторовичем обсуждали в первую очередь в контексте достижения совместных целей по ее возможной нормализации. Мы предлагаем реалистичные инициативы по мирному урегулированию украинского кризиса. Выстраиваем каркас новой системы безопасности в Большой Евразии. Развиваем выгодное для всех участников сотрудничество в недискриминационных и равноправных форматах. В этой связи выражу слова благодарности нашим российским друзьям за поддержку белорусской инициативы о разработке евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Объединительного документа, в котором могли бы быть сформулированы параметры и принципы функционирования архитектуры безопасности на евразийском пространстве. А также стратегическое видение многополярности и многосторонности обновленной системы международных отношений. Это конкретная реальная объединительная инициатива, к обсуждению которой мы приглашаем всех желающих. Кстати, буквально на днях эти вопросы евразийской безопасности обсуждались нами и в рамках Совета министров иностранных дел государств, членов ОТКП в Алма-Ате. Хотел бы отдельно поблагодарить российских коллег за деятельную поддержку стремления Беларуси присоединиться к мировому большинству, к эффективно работающим структурам Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Мы уже встраиваемся во многие измерения работы этих организаций и готовы наполнять данные структуры новым содержанием и интересными предложениями. Белорусская сторона предлагает провести уже 12-13 июля Дни национальных культур стран-участниц ШОС на площадке Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. В эти же дни в Беларуси будет проходить и пресс-тур государств-участников ШОС. Конечно, мы сегодня обсудили укрепление отношений с дружественными государствами глобального юга. Вы знаете, что мы координируем работу на данных направлениях. Это закреплено в решениях прошлой коллегии МИДов двух стран. По ряду проектов хотим выйти на конкретную совместную деятельность. Говорили о координации и наращивании усилий по противодействию рестрикциям и санкциям со стороны США, ЕС и их сателлитов. Мы по-прежнему не намерены инициативно наносить вред бизнесу, гуманитарному или иным видам практического сотрудничества, трансграничным, человеческим контактам. Но на все незаконные меры давления будем продолжать асимметрично отвечать. По линии внешнеполитических ведомств мы неизменно находим понимание и поддержку в расширении и повышении уровня нашего взаимного дипломатического присутствия. В этой связи особая благодарность российской стороне за оперативное рассмотрение вопросов по переводу отделений по службе Беларуси в статус генконсульств. Это уже сделано в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Готовимся открыть в Ростове-на-Дону, на очереди Калининград, Нижний Новгород и Владивосток. Результаты его взаимной торговли – наш общий повод для гордости. На фоне рекордных показателей 2022 года мы заметно прибавили в прошлом году. Мы смогли обновить исторический максимум взаимной торговли, и этот максимум сегодня превысил 54 миллиарда долларов США по товарам и услугам. А всего за последние пять лет наша взаимная торговля приросла на 18 миллиардов долларов. Весьма обнадеживает и то, что позитивная динамика товарооборота между нашими странами фиксируется и по итогам четырех месяцев этого года. Мы вместе целенаправленно за последние два года серьезно нарастили активность межрегионального сотрудничества. Эту работу также координируют наши внешнеполитические ведомства. В этом году Беларусь посетила уже порядка 45 делегаций российских регионов. 36 делегаций Республики Беларусь посетили регионы России. И вы знаете, что сегодня в Минске находится губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко, который был принят главой государства и который проводит серию переговоров по расширению нашего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Вся эта работа показала высокую эффективность и потенциал межрегионального сотрудничества еще далеко не исчерпан. Поэтому традиционно ожидаем высокого представительства со стороны российских регионов на предстоящем в ближайшие дни Витебске 11 форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в городах Витебске, Полоцке и Новополоцке. Очевидно, что такие успехи были бы невозможны без крепкого интеграционного фундамента Союзного государства, Евразийского экономического союза и СНГ. Достигнутое нами вдвойке качество интеграции уже давно стало ориентиром для развития сотрудничества на постсоветском пространстве. Происходящие изменения в мировой политике и экономике в очередной раз подтверждают верность сделанного нашими народами и лидерами интеграционного выбора. Поэтому мы предметно обсудили взаимную поддержку в интеграционных объединениях и на международных площадках. Вы знаете, что Беларусь голосовала против всех резолюций в ООН, имеющих антироссийский характер. Наши делегации вместе выступают за справедливость и поддерживают друг друга в ламках пленарных дискуссий, как на Генеральной Ассамблее, так и в Совете Безопасности ООН. Продолжая тему безопасности, мы пригласили Сергея Викторовича принять участие во второй международной конференции «Высокого уровня. Евразийская безопасность. Реальность и перспективы в трансформирующемся мире», которая пройдет в Минске в конце октября-начале ноября этого года. Ждем вас, Сергея Викторовича, и рассчитываем на крепкий российский формат участия в этом важном мероприятии. В рамках встречи нами рассмотрен и график ближайших контактов на различных уровнях, в том числе участие российской стороны в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Это важнейшая дата для всего постсоветского пространства, и наши российские коллеги разделяют такой подход. Поэтому, как известно, российскую делегацию возглавит председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин. Уверен, что получившее в последнее время новый импульс белорусско-российское взаимодействие в сфере исторической памяти с акцентом на патриотическое воспитание, противодействие фальсификации истории, оправдание и эксгумация нацизма, защита героической памяти наших предков будет только усиливаться. Уважаемый Сергей Федорович, уважаемые представители средств массовой информации, прежде всего хотел бы еще раз поблагодарить наших белорусских друзей за гостеприимство, прекрасную организацию официального визита министра национального дела Российской Федерации в Республику Беларусь. Мы провели обстоятельные переговоры, которые по традиции прошли в доверительном, подлинно товарищеском ключе и были весьма и весьма содержательными и предметными. Обсудили наиболее актуальные темы международной повестки дня и сверлись по целому ряду вопросов двустороннего сотрудничества, включая межмидовское взаимодействие и внешнеполитическую координацию. По традиции провели очередной обзор выполнения, одобренные президентами России и Беларуси, программы согласованных действий области внешней политики на 2024-2026 годы, а также планы межмидовских консультаций на текущий год. Констатировали, что с начала года состоялось 13 раундов консультаций на уровне заместителей министров и руководителей подразделений. В числе наших безусловных приоритетов – внешнеполитическая поддержка, союзная интеграция и укрепление международных позиций союзного государства, 25-летний юбилей которого мы будем отмечать 8 декабря этого года. Договорились и далее повышать уровень взаимодействия в ООН, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Будем поддерживать инициативы друг друга на ключевых евразийских многосторонних площадках, в том числе в Организации договора коллективной безопасности, Евразийском экономическом союзе, Содружестве независимых государств, где Россия в текущем году председательствует. Окажем белорусским союзникам все необходимое содействие в целях их скорейшего полноценного подключения к работе Шанхайской организации сотрудничества, а также к различным механизмам БРИКС. Планируем и далее развивать практику принятия заявлений от имени союзного государства для распространения на многосторонних площадках. Мы дали высокую оценку проделанной работе по подготовке первого совместного доклада наших министерств о ситуации с правами человека в отдельных странах. Документ будет представлен 3 июля на полях в СЭСе и Совете ООН по правам человека в Женеве и 5 июля в ОБСЕ. Обменялись мнениями относительно перспектив развития отношений с дружественными государствами глобального Юга и Востока, государствами мирового большинства. Подтвердили настрой на совместное отстаивание традиционных ценностей и исторической правды, недопущение переписывания истории и героизации нацизма. Выразили решимость сообща противодействовать односторонним санкциям и информационно-пропагандистскому давлению. Отметили контрпродуктивность политизации международных культурно-гуманитарных, научных и спортивных связей. Особое внимание уделили тематике формирования единого пространства союзного государства в сферах обороны и безопасности. Отметили, решение этой задачи способствует развернутые на территории республики совместная региональная группировка войск и сил, а также современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие, которые надежно прикрывают наши общие западные рубежи в соответствии с решениями, которые были приняты президентами двух стран. Проанализировали ход работы над проектами концепции безопасности союзного государства и двустороннего межгосударственного договора о гарантиях безопасности. Высказались в пользу укрепления военно-технического сотрудничества. Мы осуждаем действия стран Запада, которые привели к украинскому кризису, к окончательному краху системы безопасности в Европе, основанной на евроатлантических лекалах. В этом контексте особое внимание, как сказал Сергей Федорович, уделили перспективам формирования новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, приглашая к сотрудничеству в этом процессе все страны нашего общего континента. Подписали при вас совместное обращение главам дружественных объединений с призывом поддержать белорусскую инициативу по разработке евразийской хартии «Многообразие и многополярность для XXI века». О значении такой работы говорил президент Путин на встрече с руководством нашего министерства 14 июня. Он подчеркнул, что в этой хартии можно было бы сформулировать не только рамочные принципы евразийской архитектуры с опорой на базовые принципы международного права, но и в более широком плане наметить стратегические контуры многополярности и многосторонности, отражающие новые геополитические реалии. Планируем всесторонне проработать этот документ с нашими единомышленниками, прежде всего, из ОДКБ, СНГ, ШОС, ОСИАН, а также совещаний по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Решили продолжить работу по дальнейшему выравниванию прав и возможностей наших граждан, в том числе в избирательной и других важных сферах. Условились и впредь помогать друг другу в расширении взаимного консульского присутствия, о чем сейчас министр Республики Беларусь рассказал. Продолжим оказывать белорусским друзьям все необходимое содействие. И в прошлом году созданы генеральные консульты Беларуси в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, открыто новое отделение посольства в Краснодаре, а в нынешнем году завершим образование белорусских генконсульств в Ростове-на-Дону, Владивостоке, Калининграде и Ростове-на-Дону. Ну и, как было сказано, поможем открытию посольства, отделение посольства в Воронеже. Условились ускорить решение вопросов, которые необходимы для обеспечения полноценного функционирования недавно открытого генерального консульства Российской Федерации в Гродно. Наметили график дальнейших контактов, в том числе в рамках второй Минской конференции по евразийской безопасности, благодарю еще раз за приглашение, обязательно им воспользуюсь, а также в рамках ежегодного совместного заседания коллегий наших министерств, которые в порядке ротации пройдут здесь, в Минске, в четвертом квартале нынешнего года. Мы, Сергей Федорович, мы и все наши коллеги едины в том, что переговоры были весьма успешными, продуктивными. По их итогам мы подписали совместные заявления об основных задачах внешнеполитического измерения союзной интеграции России и Беларуси. В документе подчеркивается высочайший уровень стратегического взаимодействия и доверия между нашими государствами, готовность к углублению тесной координации. На этом программа моего визита в Минск не заканчивается. Завтра предстоят дополнительные мероприятия, встречи с руководством республики. Я также выступлю перед слушателями и преподавателями Академии управления при президенте республики Беларусь. Так что рассчитываю, по итогам сегодняшних и завтрашних переговоров мы сможем констатировать, что способствует притворению в жизни тех решений, которые принимаются нашими руководителями. Есть временно несколько вопросов. Будем начинать тогда с гостей телеканал НТВ. НТВ российский. Добрый день. Сергей Викторович, вопрос к вам. Сразу ряд официальных американских лиц в Пентагоне и Белом доме заявляют, что их соглашение с Украиной в ударах по российским таламам распространяется только на те места. Откуда, как они говорят, Россия могла бы завоевать еще больше украинских территорий? Правильно ли мы понимаем, что разрешение на такие удары – это фактически такой американский ультиматум нам? Не наступайте дальше. Ну и вот еще один вопрос в продолжение. Насколько, как вам кажется, реалистично предложение Украины провести второй после Швейцарии саммит, куда будет приглашена Россия и где, по мнению Киева, будет заключен мир? Практически все, что делает Запад, что он декларирует, что он осуществляет на практике с начала специальной военной операции, выстроено в русле ультиматума Российской Федерации по всем направлениям, включая и перспективы политико-дипломатического регулирования, которые были сорваны по указке англосаксов в апреле 2022 года, включая и ползучие расширения номенклатуры вооружений, которые Запад сам себе разрешает поставлять киевскому нацистскому режиму. Мы воспринимаем все происходящее исключительно в контексте ситуации, когда перед нами западный ультиматум и все решения, которые президент принимает о наших дальнейших шагах, исходят из этого. Наша добрая воля хорошо известна, нам ее не занимать. Многократно, начиная с госпереворота в 2014 году, мы делали предложение о том, чтобы найти взаимоприемлемое решение той ситуации, которую Запад создал на Украине после госпереворота, встречали неизменный отказ, в том числе, вот так же негативно, была воспринята недавняя инициатива президента Путина о реалистичных путях урегулирования, которые он озвучил 14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. А вот, может быть, вы слышали небезызвестный журналист американский, да? Мы с вами в диалоге или как? Ну, просто я хотел добавить, Вот он говорит о том, что вот этот мирный план, он тоже появился вроде бы как не на пустом месте, о том, что это якобы тайный переговор, результат тайный переговор. Знаете, я еще раз прошу, я сейчас отвечу на ваши вопросы. Все, что делает Запад, это выстраивается в русле ультиматумов, самых разных по разным поводам. Мирный план, как вы его назвали, инициатива, если говорить конкретно, которую президент Путин сформулировал 14 июня нынешнего года в Министерстве иностранных дел, она является результатом трезвого и конструктивного анализа сложившихся реалий. Ни с кем мы никакие подпольные переговоры не ведем. Переговоры Запад отказывается организовывать на справедливой основе и, не говоря уже о том, что человек по фамилии Зеленский запретил всему украинскому руководству вести переговоры с Российской Федерацией. Говоря о планах, которые анонсируются, провести вторую конференцию в развитии вот этой сходки в Бюргенштоке, могу только сказать, что все формулировки, которые мы слышим, а мы слышим то, что говорят публично, никаких обращений к нам не было. Все формулировки, которые на эту тему извергаются Западом, они идут в русле все той же самой политики, ультиматума по отношению к Российской Федерации. И в качестве таковых неприемлемы. Спасибо. Следующий, давайте, белорусские СТВ. Сергей Викторович, у вас вопрос. Скажите, как вы оцените эти шансы на агрессию со стороны стран? Да, на отношении и нахвате. Ну, вы знаете, я даже не хочу рассуждать на тему таких угрюмых, мрачных сценариев. Я только могу подтвердить, что все, что делаем мы вместе с нашими белорусскими союзниками по решениям президентов Путина и Лукашенко, должно быть услышано на Западе. И мы очень надеемся, что оставшиеся там, пусть в небольшом количестве, здравомыслящие люди, люди, у которых есть инстинкт самосохранения, сделают правильные выводы и не будут переступать опаснейшую черту. Спасибо. Давайте газеты «Известия». Здравствуйте. Сергей Викторович, у вас вопрос. Вчера Израиль нанес массированный удар по позициям гистового вливания. США уже завели о возможном ответе Ирана. Какова вероятность вовлечения большего количества стран на Ближнем Востоке? Не должна ли включать предложенная Путиным архитектура евразийской безопасности и этот регион? Насчет вероятности вовлечения все большего числа стран в войну на Ближнем Востоке, мы делаем все, чтобы этого не произошло. Вы упомянули Иран. Мы знаем, что иранское руководство, так же, как и мы, исходит из абсолютной недопустимости, провокации, которые преследуют цель как раз расширить зону военных действий. Кто стоит за этими идеями, мы хорошо знаем. В большинстве случаев объясняются такие подходы тем, что отдельные руководители отдельных стран желают сохранить свои внутриполитические позиции или, по крайней мере, не провалить все то, что они делают в отношении соседей. Насчет... Вторая часть вопроса была. Что касается нашей инициативы, совместной с белорусскими друзьями, она касается всего евразийского континента и целый ряд стран, о которых мы сейчас с вами говорим, да, они находятся на континенте Евразии. Поэтому адресовано наше предложение всем тем, кто желает рассматривать перспективы создания новой системы безопасности на равноправной основе, с учетом интересов и на основе баланса интересов всех стран континента без вмешательства извне. Потому что именно голос из-за рубежа, так сказать, из-за границы, из-за океана сыграл решающую роль в том, что система евроатлантической безопасности себя полностью дискредитировала и провалилась. Спасибо. Будем завершать. Сергей Савин, тогда НТВ Беларусь. Добрый вечер, Сергей Федорович, вам вопрос. Последнее громкое заявление польских властей, в частности, польского НИТа о варианте полного закрытия границы Польши и Беларуси. Ну, после изучения неких вполне очевидных экономических последствий. Насколько последовательна страна-соседка и в данном случае насколько адекватна, при том, что совсем недавно польские власти говорили ровно об обратном. Давайте откроем после обсуждения дискуссии ранее закрытые пункты пропуска, потому что польские приграничные территории региона терпят серьезные убытки, компенсировать которые Варшава ну, либо не желает, либо не имеет возможности. Поэтому железный занавес на границе, ну, в данном случае транспортный, насколько он реален. Спасибо. Вы, собственно, сами ответили на свой вопрос. Последовательности в действиях, в заявлениях многих западных лидеров мы не наблюдаем, в том числе это касается и польского руководства. Я думаю, что вот это знаете, вот когда они бросаются из огня до вполы, из одной крайности в другую, объясняется тем, что они руководствуются не коренными интересами своего народа, в данном случае польского, а своими конъюнктурными внутриполитическими соображениями накануне очередных выборов или сразу после состоявшихся выборов. Так что мы к этому привыкли и в своем внешнеполитическом планировании с нашими белорусскими союзниками в полной мере учитываем эту непоследовательность и ненадежность наших европейских соседей. Да, я соглашусь с оценками Сергея Викторовича. Вы абсолютно верно сами ответили на свой вопрос, потому что высказывания последней министра иностранных дел больше, они полностью диссонируют с теми высказываниями, которые он же делал несколько недель назад, предлагая открыть дополнительные пункты пропуска. Ну, к сожалению, таковы сегодня политические реалии, риторики в Польше. И, конечно, эти призывы, они ведут к эскалации, они отражают вот как раз-таки тот ультимативный характер выстраивания отношений с партнерами. Здесь действительно нужно четко понимать, что эти призывы и эти предложения нацелены не только и не столько против польских граждан и польских регионов, экономического развития польских регионов, сколько нацеленные против многих других граждан ЕС, СНГ и так называемой Большой Евразии. Поэтому мы должны тоже четко понимать, что миграционные потоки никак не зависят от вот такого рода решений, потому что сегодня мигранты используют нелегальные пути перехода границы, а не легальные погранпереходы. И бегут они из тех стран, где даже Польша не так давно участвовала в военных операциях. Поэтому безусловно в этих условиях единственный путь к эскалации это путь к диалогу. Если Польша к этому готова, хотя бы по приграничным вопросам или по вопросам приграничного сотрудничества, сотрудничество, которое было свернуто по инициативе польской страны и других европейских партнеров, то мы готовы эти темы обсуждать. Но безусловно на равноправной и взаимоважительной основе. Все, спасибо, коллеги, вы завершили. по-моему, да. Спасибо.